приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы еще один рецепт в преддверии майских праздников сезона шашлыков и барбекю сегодня будем готовить колбаски для гриля но они не только для гриля эти колбаски можно делать как на сковороде так на гриле на шампурах или просто запекать в духовке но колбаски необычные а картофельные вообще картофельная колбаса это отдельная тема ну кажется что картошка такой не специфический совсем продукт для колбасы а колбаса из него получается достаточно интересная и сегодня для вас мы сразу же в одном видео приготовим два варианта картофельной колбасы одну практически вегетарианскую или постную ее можно сделать постно я чуть позже расскажу как а вторую картофельную колбасу с грудинкой как для любой колбасы и для картофельной колбасы нам понадобится оболочка. Мы будем использовать свиную череву от интернет-магазина Аромат Дерева. Вообще интернет-магазин Аромат Дерева представляет абсолютно полный, так сказать, комплекс товаров для приготовления домашних крафтовых колбас. Но не только оболочки, специи, но и оборудование, допустим, шприцы. Ну, в общем, если интересно, заходите на сайт, ссылка будет в описании. Также в описании будет промо-код на скидку 5% от нашего канала. Наш главный дегустатор сидит вот там вот в углу на стульчике и не понимает, что это за колбасы с картошкой. Но давайте разбираться. Для обычной классической картофельной колбасы нам понадобится 600 грамм сырого картофеля, 200 грамм вареного картофеля в мундирах, то есть мы его отварили в мундирах и почистили, и 200 грамм грудинки. Для вегетарианской или постной колбасы нам также понадобится 600 грамм сырого картофеля, 200 грамм отварного картофеля и 200 грамм жареных шампиньонов. Мы сразу же мелко порезали шампиньоны, зажарили их с луком, не стали показывать этот процесс, потому что он очень простой. Также нам понадобится для обоих колбас зелень. Зелень можно использовать совершенно любую, то есть вообще туда можно зелень нафигачить огромное количество. Но мне больше всего в картофельных колбасках нравится петруха. То есть если хотите, можно добавлять и базилик, можно добавлять и укроп, но вот укроп не очень, так сказать, сочетается с картошкой. Петрушка, по моему мнению, это вообще самое то, самое идеальное. Причем петрушки можно в эту колбасу, ну так, мы по-скромному ее взяли, ее можно значительно больше туда фигачить. Также понадобится сушеный гранулированный чеснок и молотый черный перец от интернет-магазина «Аромат дерева» и обычная поваренная соль. Друзья, набор специй, раскладку по весам, а также пошаговый рецепт приготовления картофельных колбас обоих видов найдете в описании видео. А мы с вами начнем готовить. В первую очередь свелую грудинку пропустим через мясорубку, измельчим на мясорубке с диаметром отверстия 6-8 миллиметров, ну лучше покрупнее, лучше взять 8. И вот пока я режу грудинку, дегустатор удивляется тому, что это за колбаса из картошки, я сказал почти вегетарианская или почти постная вторая колбаса у нас будет. Почему почти? Потому что мы будем, ну мы не вегетарианцы и не постимся, будем использовать свиную череву. А также в интернет-магазине «Аромат дерева» можно купить полиамидную оболочку, причем кольцевую оболочку, которая сворачивается также колечком, как обычная кишечка, и совершенно никакой там животной составляющей нет. То есть если вы поститесь или если вы вегетарианец, ссылку на эту оболочку я оставлю в описании. Единственное, что эту колбасу нельзя жарить, ее можно только готовить в духовке в режиме паровой варки, потому что обжарке эта оболочка не подлежит. Итак, друзья, нарезанную грудинку пропускаем, измельчаем на мясорубке. Мясорубим, короче, для классической картофельной колбасы, которая у нас будет со свиной грудинкой, одну цибульку порежем для зажарки, где-то кубиками размером миллиметров 5. 5-6, ну так не очень крупно. Мы грудинку сильно зажаривать не будем, то есть не будем из нее делать выжарки, шкварки, как мы это называем, а только чуть-чуть припустим. Она нам должна, ну она в колбаске у нас должна остаться сочная. Далее для обоих видов колбас готовим сырой картофель. Берем вот такую вот терку, которая именно растирает трупу и трем сырой картофель. И сюда же на эту же терку трем целую луковицу. Вот в каждую порцию картошки нам надо потереть 600 грамм картофеля и целую луковицу. В результате получилась вот такая кашица. Конечно же я не тер ее вручную, а мы это потерли на кухонном комбайне. На всякий случай показывал с теркой всю историю для тех, у кого нет комбайна, чтобы это не смутило и не остановило в приготовлении колбаски. Берем друшлачок, застилаем марлечкой и эту массу вот сюда вот перемещаем, чтобы она стекла. Минут на 10-15 как раз пока мы будем делать зажарку из грудинки. Естественно со второй порцией картофеля, которая у нас для картофельно-грибной колбасы, повторяем такую же процедуру. Пока тертый картофель стекает, обжарим цебульку. Ну собственно говоря, сделаем зажарку для колбасы, которая с грудинкой. В первую очередь обжариваем цебульку до легкого золотистого цвета. Вот таким вот образом лучок не полностью зажарился, а чуть-чуть прижарился. Отправляем сюда грудинку и обжариваем где-то 2,5-3 минуты, не больше. Вот такая вот зажарочка должна получиться. Обратите внимание, мы его не зажаривали, то есть мы его чуть-чуть припустили, чтобы грудинка пустила сок и немножко подтопилась. Выключаем нагрев и оставляем остывать. В это время займемся картофелем. Далее картофель, который у нас был сварен в мундивах, пропускаем через мясорубку. Ну тоже с диаметром отверстия где-то миллиметров 5-6. Такую не очень крупную. Сюда же в мясорубку пойдет у нас и Петруха. Не хочет Петруха идти. Все пропало, все заклинило. А что на самом деле? Петрушечку надо с картошечкой чередовать. Мало лариса петрушки мы используем в данном рецепте, я бы больше сюда отправил бы. Вот таким вот образом. Одинаковый картофельный фарш готовим для обеих колбас. Далее готовим колбасный фарш. Вот это вот картофанчик, он у нас стек уже. Отправляем его в перекрученную мундирку. Сюда же грибочки. Зажарка для второй колбаски у нас пока охлаждается. Грибочки зажариваем с луком. И когда зажариваем, тоже можно добавить сольки, перчика. Сюда же специи. Гранулированный чеснок. Черный перец. И обязательно соль. И все это хорошо замешиваем. Вымешиваем до однородной массы. Можно было, конечно, и миксером воспользоваться. Но, честно говоря, количество небольшое. Мыть миксер неохота. Поэтому перемешаю ложкой. При желании, друзья, если религия вам позволяет, можно добавить в колбасный фарш столовую ложку домашнего майонезика. Он сделает колбаску более эластичной и более сочной. Ну и, как по мне, придает немножко вкусовых качеств. Каких-то своих, особенных. Я даже не могу их описать. Ну, в общем, мне с майонезиком нравится больше, если честно. Итак, фарш для той, которая у нас фактически постная, готов. Ну, не считая майонезика и черевы. Вот такой вот фарш должен получиться. Точно такую же процедуру проводим с колбасой, которую готовим с грудинкой. Сюда же отправляется грудинка, все специи. Естественно, все потом перемешивается тщательно. И можно помещать шприц для набивки колбас. К сожалению, с помощью мясорубки такую колбасу сделать не получится. Ну, или надо очень долго поиграться. Потому что шнек мясорубки такую вот субстанцию, пастообразную, так сказать, продавливать не будет. Поэтому, конечно, лучше иметь колбасный шприц. В общем, друзья, мы перемешиваем все. Естественно, специи сюда. Как же без них. И начнем набивку. Начнем, Лариса, мы с какой колбасы набивку? Все равно с какой? С грибной. С грибной начнем. Она уже настоялась немножко. Да, кстати, забыл сказать. Обязательно после того, как вот этот вот фарш мы замесили, перемешали, короче, надо ему дать хотя бы полчасика постоять, чтобы специи раскрылись. Итак, колбасный фарш перемещен в шприц. Надели свиную череву и начинаем набивку. Мы будем формировать такие в форме сарделек картофельные колбаски. Также можно формировать в форме колечка, как вот классические домашние колбаски. Смотрите, свиную череву перед использованием необходимо, когда вы ее получаете в упаковке, она засоленная. Ее необходимо промыть под проточной водой и после этого замочить в водичке где-то на полчасика. Вот таким вот образом сильно плотно набивать не надо, потому что она будет перекручивать и формировать колбаски. Далее завязываем один кончик черевы и с помощью перекручивания, вот Лариса сейчас покажет, как. Какие размеры были? Ну вот где-то давай, да, не больше, сантиметров 10. Вот таким вот образом формируем колбаски. То есть берете две порции и среднюю перекручиваете в одну сторону. Друзья, она так пахнет фантастически, это картофельная колбаса, я вам передать не могу. Ну и на вкус, конечно, но о вкусе поговорим чуть больше. Получаются вот такие вот колбаски. Точно так же, таким же образом мы сейчас набьем вторые, которые у нас с грудинкой и будем продолжать. Далее, друзья, проверяем наши колбасочки. Если где-то вдруг под оболочкой есть воздух, то протыкаем его, чтобы выпустить воздух. Вот таким вот образом. Далее в разогретую до 80 градусов духовку помещаем колбасу. На дно духовки помещаем противень с кипятком для организации процесса паровой варки. Я включаю секундомер для того, чтобы сообщить время, сколько колбаса будет готовиться. Также для контроля температуры в одну из колбасок помещаем щуп кулинарного термометра. В конце готовки я скажу, сколько у нас заняло приготовление. А в общем и целом, если у вас есть кулинарный термометр, то готовим до достижения внутри температуры 68 градусов. Прошло 35 минут. И колбаски готовы. Итак, колбаска готова. В таком виде ее можно охладить для дальнейшего приготовления. Храниться она может, я думаю, что охлажденная в течение 3-4 дней. Также колбасу можно заморозить. Если надо хранить дольше, допустим, вы приготовили много, один пикник у вас состоится в ближайшее время, а следующий состоится запланированный через 2 недели, допустим. Можете спокойно замораживать колбасу, потом размораживать и готовить. И можно сразу же дать ей, естественно, остыть и сразу же приготовить. Как я уже говорил, готовить можно на гриле, на мангале, можно запекать в духовке, а можно готовить на сковородке. Мы подождем, пока колбаски остынут, приготовим на сковородке и уже после этого продегустируем, посмотрим на разрез. Ну и, естественно, я расскажу о вкусе. На хорошо разогретую сковороду наливаем растительное масло. Масла не жалеем и обжариваем колбаски до появления золотистой корочки. Ну такие они должны быть у нас красивые, именно позолотиться, хорошенько обжариться. Во время обжарки на сковороде колбаски переворачиваем, чтобы они равномерно обжарились со всех сторон. Если запекаем в духовке, то соответственно переворачиваем в процессе запекания один раз, ну чтобы тоже равномерно обжарились и подрумянились. Колбаски обжаривались 6 минут и готовы к дегустации. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что у нас внутри. Колбаска нежненькая и должна быть очень сочная. Разрезаем два вида. Разрезайся колбаска. Давайте будем смотреть. Па-па-па-пам! Колбаса картофельная с грудинкой. Выглядит очень аппетитно. А сейчас будем пробовать еще более аппетитно. И колбаска картофельная с шампиньонами. Самая главная борьба, которая во мне сейчас происходит, это необходимость завтра с утра садиться за руль и к дегустации налить себе рюмку водки. Но необходимость садиться за руль все-таки преобладает. Колбаска с грибочками. Пахнет просто божественно. Без рюмки водки здесь просто никак. Колбаска очень нежная и по своей консистенции очень напоминает паштетную колбасу. По вкусу, конечно, она на мясную колбасу не похожа. Похожа очень на украинские или на белорусские драныки. Только с грибочками. Но все же в какой-то степени колбаса. И вторая колбаска с грудинкой, со свиной грудинкой. Но это вообще пахнет просто фантастически. Поджаренная свиная грудинка. Аромат. Блин, как не хватает рюмки водки, друзья. Конечно, с грудинкой это просто бомба. Вот с грибами мы такую колбасу не готовили. Мы сегодня симпровизировали. Ну, потому что пост, сейчас все такое. И вот было желание приготовить что-то постное. Но действительно, с грибами колбаса, она по вкусу, как деруны с грибами. Вот реально, или деруны, или драныки, где как называется. Реально драныки с грибочками. Конечно, колбаса, которая с грудинкой, она суперская. Вот, знаете, если бы мне с закрытыми глазами и с рюмкой водки подсунули ее, и я не знал, что это картофельная колбаса, ну, не знаю, сразу бы я определил вообще, что это. То есть, похоже на такую хорошую, паштетную, ну, мясную, конечно, язык не подымается сказать, но вот какая-то паштетная колбаса. Вот реально так определить сразу сходу, что она картофельная, нельзя. Но! Колбаса очень необычная, и колбаса очень вкусная. Если вы делаете какой-нибудь там колбасный стол, вот, допустим, у нас завтра будут в гостях друзья, мы приготовили 6 видов разных колбас. Все колбасы для гриля, все колбасы для жарки. Ну, и как бы вот хотим наших друзей удивить, и в том числе к столу будет подано 2 вида картофельной колбасы. То есть, она интересная, она необычная, и она реально очень вкусная. Но самое главное, я не знаю, может, потому что мне сегодня нельзя выпить, потому что завтра очень рано за руль. Но мне так хочется рюмку водки себе под эту колбаску налить, я вам передать не могу. Друзья, ну это все демагогия. С удовольствием, как и обещали, представляем вам рецепты картофельных колбас. Попробуйте приготовить. Грибная, ну, она вкусная, но она обычная. А вот с грудинкой это просто бомбезно. Ну, и, конечно же, если есть вопросы, приглашаем в комментарии. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайкосик. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.